У входа в здание Орлиновского сельсовета разместился мобильный центр профориентации. Демонстрировавшиеся видеоролики рассказывали о работе городского центра занятости и проводимых под его эгидой мероприятиях. В актовом зале совета расположился выездной центр оказания услуг населению. Если пожилых людей более других интересовали вопросы пенсионного обеспечения, то молодежь основное внимание уделяла теме трудоустройства. Некоторым требовалась еще и помощь специалистов в решении сложных жизненных ситуаций. В это же время на базе Орлиновской школы номер 47 был проведен урок профориентации со старшеклассниками. На практических примерах специалист-психолог рассказала собравшимся о том, как правильно выбирать профессию по душе. Не обошли вниманием и востребованность ряда специальностей на современном рынке труда. Сегодня я узнала, что существует такая возможность пройти тест по профориентации. Я очень этому обрадовалась, что может быть он мне поможет в будущем и я выберу ту профессию, которая именно мне подходит. Буду архитектором в дальнейшей жизни, буду стремиться к этому. Очень было приятно послушать специалиста. Для меня это хорошая информация. Мы сейчас учимся в 11 классе и никакой определенности лично у меня нет. Я не знаю, куда себя применить и в какой области двигаться дальше. Поэтому я считаю, что я в ближайшем будущем обращаюсь в центр занятости, чтобы пройти тест. И надеюсь, что он мне поможет. Урок мне очень понравился, это было очень содержательно и надеюсь, поможет мне в будущем. Подобные выезды стали традиционными, говорят руководители городского центра занятости. Они позволяют жителям отдаленных районов города получить необходимые консультации и информацию в своем населенном пункте, не тратя время и силы на поездки в Балаклаву или Севастополь. Традиционно мы выезжаем в отдаленные регионы или районы Севастополя, оказываем подобного рода услуги. И наряду с всеми услугами, которые предоставляет государственная служба занятости, мы привлекаем своих социальных партнеров, а именно Управление труда социальной защиты, Фонд социальной защиты инвалидов, в данном случае Центр оказания услуг, социальных услуг молодежи, для того, чтобы они имели возможность вживую пообщаться с жителями Байдарской долины, ответить на их вопросы, оказать какую-то практическую и реальную помощь. Также всем жителям Байдарской долины, пришедшим на выездную акцию, раздавались газеты и буклеты с контактной информацией и телефонами всех представленных служб. В дальнейшем, по словам руководителей городского центра занятости, подобные мероприятия будут продолжены. Олег Савченко, Деливер Меджитов, программа «Наше время».